Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар по паре евро-доллар. Мы видим на текущий момент диапазон, это верхняя граница 1.0904, нижняя граница 1.0821. Если пара уходит ниже отметки 1.0820, то мы можем говорить о начале краткосрочного нисходящего движения по паре евро-доллар. Следующий же импульс мы можем ожидать уже на укрепление евро, только после обновления отметки 1.0906. После серьезного движения в понедельник, после референдума, пара несколько остановилась и на текущий момент набирается сил либо для дальнейшего движения, либо мы сможем увидеть, как я уже сказал ранее, коррекцию с последующим продолжением роста евро. Пара британский фунт, американский доллар, также уже практически 4 дня находится в боковом диапазоне. Верхняя граница 1.2850, нижняя граница 1.2761, диапазон порядка 100 пунктов. Соответственно, если мы увидим уход ниже отметки 1.2762, то можем говорить о начале коррекционного движения по паре. Британский фунт покупки в данном случае имеет смысл рассматривать либо вблизи отметки 1.2768, уровень стоп-лосс убирать за отметку 1.2752 минимум, который был 21 числа, так как на текущий момент цена находится вблизи уровня поддержки, с ближайшей целью движения до 1.2850 с последующим выходом и, соответственно, продолжением восходящего движения по британскому фунту. Пара австралийский доллар, американский доллар с открытия корректируется. Вчера мы видели обновление локальных максимумов, подтверждение краткосрочного восходящего движения и на текущий момент разворотный уровень находится на отметке 0.7513. Уход ниже данного значения открывает предпосылки на продолжение нисходящего движения по паре австралийский доллар, американский доллар. Пара американский доллар, канадский доллар вчера обновила локальные максимумы, ушли выше отметки 1.3538, это максимумы, которые были 21 апреля, также этот максимум был в марте. И следующая цель – область 1.3577 по данной паре, по данному движению. Соответственно, тот диапазон, который был отмечен ранее, с верхней границей 1.36 – максимальное значение, которое было в конце прошлого года, и на текущий момент пара движется именно в эту область. Соответственно, если говорить о покупках, то здесь имеет смысл дождаться пробития данного уровня, закрепления за ним, и тогда уже работать на повышение. Но также вблизи данного уровня у нас может сформироваться либо коррекционное движение на продажу по американскому доллару, и тогда уже завершение данной коррекции может послужить хорошими точками для присоединения на покупку, на продолжение роста. Пара американский доллар и японская иена также на текущий момент находятся в восходящем движении. Вчера также были обновлены локальные максимумы, доходили до отметки 110.47. И на текущий момент разворотный уровень по паре американский доллар и японская иена мы можем отметить на минимуме на пятницу, область 108.83. Пара еврофунт вернулась в область 0.84.94. Те уровни цен, которые мы отслеживали 18 апреля, и на текущий момент торгуются также в узком диапазоне. Здесь на фоне укрепления евро, на фоне фундаментальных данных, которые влияют на данную валюту, мы можем увидеть рост данной валютной пары, то есть укрепление евро против британского фунта. А на текущий момент пара находится в диапазоне, и здесь нужно дождаться ухода либо выше максимума вчерашней торговой сессии, либо уже возвращения в область 83.61. По индексу DAX мы видим обновление исторических максимумов. Это было вчера, сегодня также обновили максимум, дошли до отметки 12.514. Соответственно, по индексу DAX на текущий момент тенденция на укрепление также продолжается. По золоту мы видим продолжение нисходящего коррекционного движения. Вчера обновили также локальный минимум, доходили до отметки 1.26265 долларов за тройскую унцию. Сегодня несколько скорректировались от этих уровней, но на текущий момент тенденция на ослабление также остается по золоту. Ближайший коррекционный уровень по данному инструменту находится в области 1288 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение. Вчера также были обновлены локальные минимумы. И ближайший коррекционный уровень на текущий момент, который мы можем отметить, находится на максимуме вчерашней торговой сессии в области 52.60. Тенденция на ослабление нефти также сохраняется уже вторую неделю. Пара американский индекс доллара, прошу прощения, также продолжает свое нисходящее движение. И ближайший коррекционный уровень, на текущий момент, который мы можем отметить, находится на отметке 99-93, максимум пятницы. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман и увидимся на следующих обзорах.